порядок, есть где работать. А второй момент был мусор, да, то есть они там даже начали вытаскивать какие-то там, я уже вижу чистый город, и начали кое-где ставить мусор, те, что вот для переработки пластиковые, бумажные, есть, значит, обычный мусор, в Америке это очень поставлено на поток, очень сильно на поток поставлено, вы видите мусор возле частных домов, ну, кроме тех, которые живут реально под мостами, у нас тут уже, да, это уже большая категория, людей, которые, вот этот вот, эти вот, как они называются, ну, нищие, да, нищие. Ну, в палатках живут, в коробках. Есть, это правда, в России, я этого в Краснодаре я за полтора месяца не видела ни одного, ничего в коробках, поэтому, когда мне рассказывают про то, что нищая Россия, да, и я тоже на себя на канале, я показала несколько домов, ну, не домой, прямо у улицы, я все показала, то есть, в принципе, могут люди ко мне пойти на канал и посмотреть, да, вот канал называется вот так вот, тут не там, тут не там. А я ссылку оставлю. Да, я ссылку дайте, да. Вот смотрите, это просто, я проехала по улице, это американские, вот люди живут, вы же не понимаете, что это не просто сарай, вот машина стоит. То есть, это жилой дом, если посмотреть у соседей, у соседей, и вот эта деревня, да, ну, они называют это таун, да, или городок, скажем так, ну, этот городок, это, в принципе, ну, то же самое, что наша деревня, да. И перед тем, как открывать рот на российские деревни, ну, вот эта вся улица у них такая, то есть, это не только у этих людей, у них у соседей точно такие же дома. То есть, вы едете по улице, и весь дом просто-напросто, одни сараи, составленные из каких-то полуразваленные, ну, они жилые, вон машины стоят хорошие, но дом, это просто разваленная какая-то фигня построена. И это цены, я привожу цены, цены на эти дома 250 тысяч долларов. Это просто, ну, сараем не назвать, я не знаю, как это назвать. Это сделано из фанеры, люди тут живут. И вот эта вот деревня, эта американская, где вы заедете, там все такое будет, каждая улица, каждый дом будет в таком же плане. И это будет стоить 250 тысяч. Я смотрел канал, молодая пара, откуда-то, с Украины, кстати, да, вот они показывали, как они в Флориде купили за 15 тысяч долларов дом, такой, покрасили его и продали за 150. Вот. И говорят, что за 15 тысяч, да, отлично, тут можно хороший дом купить. Потом я разговаривал в рулетке, я с Украиной... Ну, как вы увидели, я вам показала сарай. Это журнодом... Я вам говорю то, что рассказывают, я говорю то, что рассказывают. И я разговаривал с украинцем, который где-то в районе Сиэтла, по-моему, живет, и он мне прямо вот с пены у рта говорил, что он зарабатывает двадцатку в месяц, в легкую, в легкую. Они красят фасады домов, и 20 тысяч я зарабатываю вот так вот. Вот, говорит, это вообще ничего не стоит. И что у него учатся дети, детям платят стипендию, в каком-то колледже они учатся, и вообще все шикарно хорошо. И вот такие полярные... Видите дом за 790 тысяч? Да, вижу, да, вижу. Ну, вот примерно такой во Флориде за 15. 790. И вы думаете, тут много земли? 10 соток. Ну, 10 соток? Поэтому люди... Ну, вот я дальше в Араймане буду. 490 тысяч. Это пригороде Далласа. Это вот после на продаже. Вот фанерный дом из фанеры. 490 тысяч. Неказистый, мягко говоря. Ну, вот. А знаете, какого он года? 63-го. Понятно. 60 лет. Мне сказали в комментариях, ну, наверное, много земли. Ну, земли 7 841 квадратный фут. Это меньше, чем, наверное, 6 соток. То есть это даже не за землю. Я даже не знаю, за что это. Это меньше, да, 6 соток. Меньше 6 соток. Вот 250 тысяч долларов. Это 50 минут отдалось. То есть это деревня. 250 тысяч долларов. Это мобил хом. Наверное, написано в описании. Мобил хом. Что это дом без фундамента. Он на колесах. То есть его привезли на колесах и поставили. У него нет даже фундамента. 250 тысяч. Мы почему-то очень плохо показываем фотографии. Наверное, тащит его. Нет, все понятно. Все понятно. Все видно. Вы поняли, да? Ну, меня на канале можно будет смотреть. Я прямо вот беру видео и по улицам проезжаю. Либо беру вот этот вот сайт по недвижимости. И там же есть Google Street View. То есть вид улицы. Я прямо еду по улице. Вот это Google. Планета Земля. Да? Google Земля. И показывают дома. И показывают, сколько он продается за сколько. И всю эту улицу прям проезжаю на машине. Как бы показывают. Вся улица такая. То есть вы только отъедете. На 30-40 минут отдалось. Это уже вот такая деревня. Я была в станице. Вы мне извините. У нас у всех кирпичные дома. Там если какие-то остались вот такие вот еще мазанки военные. Ну это у прабабушек. Это какие-то бабушки, которые уже поумирали. Может у них остались от них эти мазанки. Но это же Америка. И стоят шикарные машины рядом. То есть это же 2-3 машины хороших, таких нормальных машин. И вот это вот хламидка. И написано 250 тысяч. Поэтому за 15 тысяч долларов они машины не купят. Я не знаю, что они могут купить за 15 тысяч долларов. Так я не договорила. Вот этот вот парень, который мне вешал, он с Украины. Да? Вот этот телевизор. Вот это его бизнес. Он вешал телевизор. Я говорю, ну что, как у вас там жилье, там живешь где-то. Я ему сказала, что я уже в России, он такие глаза на меня. Я говорю, ну как у вас тут? Он говорит, да вот надеялся, что поднимут ставки. И всегда так раньше было, что ставки поднимали, понижали цены. А у нас ставки поднимаются, а цены не падают. И он говорит, и уже мы дожили до того, что теперь уже и ставки в три раза дороже. А цены-то не упали, я купить не могу себе ничего. Даже кредит. Вот. А я говорю, вы знаете, почему? Он говорит, почему? Я говорю, потому что те люди, которые купили по 3%, они теперь не хотят продавать дома. Ну, почему же я продам сейчас по 3%, а мне надо другую купить за 10%. Поэтому те тоже сидят. У нас, кстати, огромное сейчас количество увольнений. То есть, вот, то, что я вам сказала, вот эта транспортная компания банковится, они увольняют от 30 до 40 тысяч человек. У нас вот там весной, начиная с нового года, было огромное количество волна увольнений в технологии техсервисе. Google уволил 16 тысяч человек, Amazon уволил сначала 25 тысяч, потом они, по-моему, еще что такое. Ну, в общем, еще кто-то вместе, Amazon, около 50 тысяч уволил. Это же не увольняют просто сплотских работников, увольняют вот этих инженеров и менеджмент увольняют, да. Потом уволили, ну, то есть волна. Илон Маск уволил 80% сотрудников Твиттера, потом Microsoft уволил, по-моему, 16 тысяч человек. В Google там плакали, в Google уволили 16 тысяч, 18 тысяч уволили в Google, плакали индусы. Индусы прямо показывали видео в Твиттере, как они рыдают. У них были визы рабочие, по которым они должны были получить грин-карту, но ты должен работать на этой компании столько-то лет. И у них уже подходила очередь через неделю-две получать грин-карту, а грин-карта основана на твоей рабочей визе. То есть, это компания тебе предоставляет, не государство, а компания. И они говорят, ну, что нам теперь делать? Все. И говорят, получили просто имейл, что вы больше не работаете, и уже заблокировали в компьютере, не могут даже в компьютер зайти свой, чтобы имейл написать своим сотрудникам, сказать, до свидания. Мы говорим, 16 лет проработали, только дошли до грин-карты, наконец. Нас посокращали. И они там сидели, рыдали крокодильными слезами, что делать. Потом все, Dell сократил, все компьютерные компании, Facebook сократил, куча людей. Причем не то, что там 3 тысячи, а я говорю про 15 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. Вот такая волна увольнений в технологических компаниях. Потому что у моей компании уже уволили не меньше 5 тысяч человек, и у всех конкурентов мы уволняли от 5 до 15 тысяч человек в том числе. Это начиная с этого года, с нового года. А транспортные компании почему сейчас сокращают? Вот я же говорю, что привозили грузы, да? Это не я говорю. Это то, что говорят по телевизору американские аналитики. Почему такое сокращение идет? Вот сейчас транспортные компании, которые сто лет работала в компании. Они говорят, во время 29-го года депрессии, в 1929 году была великая депрессия, эти компании пережили эту депрессию. Они не объявили банкротство. А сейчас они объявляют банкротство. Эта компания существовать не будет, которая существовала больше 100 лет. Потому что нет больше такого спроса перевозить эти контейнеры из портов по магазинам, потому что люди не покупают столько больше вещей и продуктов, чтобы это все перевозить из портов. Соответственно, они не заказывают столько больше в Китае этой продукции, включая Амазон. То есть Амазон тоже начинает падать, акции Амазона начали падать. Моя дочка работает в Амазоне, финансовым менеджером, региональным финансовым менеджером. И она сказала, что у нас продажи падают очень сильно и сокращают склады. Они закрыли уже несколько огромных складов, которые они вложили в кучу бабла, построили эти склады, поставили туда роботов каких-то там на 5G, подвели туда, чтобы эти роботы на 5G связывались. И они просто пустые склады, никто ни черта не покупает. И теперь транспортная компания, следующая цепочка. На той неделе у нас закрылось еще два банка. Ну, можно сказать, и банкротилось, но не дали банкротиться. Они заставили банков Америка купить два других банка. Один был Фак-Вест, это тоже калифорнийский банк. То есть они не могли выполнять свои обязательства свои выполнять и платить по своим долгам. И они, соответственно, банкротство должно было быть. Государство заставляет эти компании, другие банки купить, этот маленький банк выкупить, но уже выкупает банк, банкрот. То есть, а кто будет покупать банков Америка? Федеральный резервный фонд. А до этого только рухнуло 3-4 банка. У нас сейчас стоит просто над американской финансовой системой ввести домоклов меч. Куча этих компаний огромных, которые составляют Федеральный резервный банк, он же состоит из нескольких частных банков. Там был Спарда, Джип Морган Чейз, Банков Америка, еще там, по-моему, какой-то, по-моему, 4 или 5 крупных банков. Они составляют как бы ядро этого Федерального резерва. Они все покладывали кучу бабла в коммерческие структуры, в офисные здания. Должны были сдавать их в аренду. А что происходит? Офисы стоят пустые. Никто не ходит на работу больше. Их начинают сейчас пыльками гнать, этих работников в офисы возвращаться. Они не хотят. Уже того, что мы будем увольняться и переходить в другую компанию, но мы не пойдем. То есть мы уже перешли на финансовую ситуацию. В то же время цены сейчас в магазине повырастали. Я на канале поставила, ходила в магазин, прям сняла цены. Яйца 12 яиц. У нас в коробках не по 10, а по 12 яиц. 12 яиц 7,95. То есть 8 долларов практически. Такие яйца, которые стоили 4 доллара буквально 3 месяца назад. А яйца, которые сейчас по 4-5 доллара, это такие хорошего качества яйца. Это 500 рублей на наши деньги. А у нас это 80. Это домашние у вас яйца. Это вообще домашнее яйцо, домашняя курица. Это все равно с фаброй, с фаброй. Ну доллар, доллар на ваши деньги. А те, которые с антибиотиками совсем, они там 4,5-5 доллара. Если какие, сейчас мне скажут, о, ты брешь там по 7. Ну просто я покупаю органическую еду. То есть я беру хорошие яйца, которые без ГНО. Вот они 7,95. Вот это маркетинговый ход 95. 8 долларов, давайте говорить правду. 8 долларов это стоило 12 яиц. А с ГНО, пожалуйста, берите дешевле 4,5-5 долларов. И это будет с антибиотиками, с ГНО. Непонятно, с какой фемиоли и где это курицу вообще держали. Ну это как бы, Федор, я знаю, что уже поздно. Останусь, мы долго с вами проговорили. Да, извините, вы не обращайте внимания, что я издеваю. Я просто боюсь. И здесь я боюсь, что не хватит места и разговор. Это тоже может быть. У нас просто становится темно. Да, мне уже становится темно. Мне уже надо тоже пробежаться еще по купить вот таких продуктов. Вы, если хотите, можно проанализировать разговор. И если будет интересно вашим подписчикам, может они какие-то вопросы дополнительные зададут. Я знаю, что мы сейчас пробежали, как говорится, голопом по Европам, да, по разным. Может быть, какие-то моменты мы можем вычленить и углубить. Может быть, рассказать больше, что республиканская партия пытается сделать, чтобы сохранить страну. Что идет между борьбами, между Десантисом и Трампом. Тоже интересный вариант. Что демократы пытаются противопоставить. Что мы думаем про кандидатов-демократов, например, Кеннеди. Какие о нем мысли. То есть какие-то еще, если может быть, вопросы больше по ценам. Тоже, пожалуйста, можете спросить меня. Нас не это волнует. Нас волнует, как долго нам еще придется ждать момента, когда Америка отползет из Украины и оставит нас в покое. Я думаю, что очень скоро. Вот у нас сейчас выборы начнутся осенью. Это начнется предвыборная кампания уже. Год остался. За год определится, кто будет. Либо Кеннеди. Мы надеемся, что либо Кеннеди, либо Трамп. И оба из этих президента, они сказали, что мы однозначно выходим. Либо мы конкретно вообще выходим из НАТО. Трамп говорит. А Кеннеди говорит, что мы, может, на этом и оставимся. Но все, что касается Европы, это вот пускай европейская часть НАТО. Пусть они этим занимаются. А нам надо концентрироваться на Тайване. Россия нам не враг. Это мы, что мы там вообще с Россией забыли. То, что от демократов будет еще баллотироваться сам же Байден. Ну, если они, ну, конечно, с другой стороны, ну, понимаете, все, выборы здесь уже капец выбора. То есть они просто эту систему полностью контролируют демократы. Они вбрасывают бюллетени, они вбрасывают какую-то фигню. Они надо, вот они еще вирус еще какой-нибудь запустят. Еще вирус какой-нибудь придумают, что еще какой-то вирус, а нас напал. Давайте не ходить на выборы, будем бюллетени просто кидать по каким-то ящикам. И кто хочет, ну, это доказано 100%, что все бюллетени были протестованы, переделаны, внесены, когда им надо было вынести. И у Трампа просто прокатили, до этого был Сорос выступал, за год до этого он сказал, что Трамп это была ошибка, это был одноразовый президент, это мы прохлопали ушами, мы неожиданно, ну, мало напечатали бюллетени, мало напечатали бюллетени, за Трампа проголосовало больше, чем за Хиллари. Поэтому Сорос сказал, ну, этого больше не повторится, мы теперь учили все ошибки этого, сколько надо, а сколько и напечатаем теперь, как бы, этот вариант, если решим. Сколько там Трамп судился, не судился, это все пофигу. То есть год надо терпеть, надо год держаться. Я думаю, что попытаются Байдена снова просунуть, но это будет им очень сложно, потому что республиканцы просто стали посты теперь выставлять. Просто они сказали, мы будем стоять посты и будем прямо стоять и сменять друг друга по ночам и наблюдать, потому что мы уже поняли, нас пытаются опять облакушить. Поэтому если байдену не дадут пройти, но вы понимаете, что они могут устроить к моменту выборов? Они могут вирус запустить и скажут, ой, мы можем выборы проводить. Ведь у нас ситуация emergency, у нас какая-то нестандартная ситуация, 5 минут у нас напал, Байден просто останется еще там сколько-то лет. Но американские аналитики говорят о том, что идет борьба за выживаемость доллара, за систему, всю вот эту фейковую систему бумажных денег, которые ничем на данный момент не обеспечены, кроме военных сил США, которые тоже разваливают изнутри. Армию США тоже разваливают. Они вроде как Америку натравливают туда, помогают в натовские вот эти сезоны, но в то же время одновременно они разваливают Америку саму по Сибири. То есть тут как бы одновременно идут несколько процессов. Давайте мы возьмем американские военные, отправим их туда что-то делать, Тайвань, Тайвань вмешиваются в Африку, они сейчас там пытаются Африку стабилизировать. Арут как бешеная Россия захватывает Африку по всем ящикам. Но в то же время они разваливают саму армию США. То есть они всех почистили армию, проантропистов всех выгнали, насаживают ЛГБТ-культуру в армии. Всех надо только ЛГБТ-шников туда брать. У нас должна быть, там с прививками целая была куча людей, уволились из-за прививок, они не хотели прививаться. Рейсы отменяются, летчиков куча у нас поувольнялась, потому что тоже не хотели прививаться. В общем, страна просто вот трещит. Вот ты трещишь. И вот ее уже тянут-тянут, вот тянут-тянут. Но какой-то момент, когда опять продукты повысятся еще в цене, потому что проднимается бензин в цене, выйдут на улицу, нет. Некоторые выйдут на улицу, начнется вот такая внутренняя смута, что в Америке будет не до России, не до Украины, они на нее забудут и крестно не поставят, скажут, наплевать нам вообще на вашу Украину вместе взятых. Сейчас только Байден, потому что на нем черная папочка заведена, где все байденовские дела и все вот такие вот на политиков, на всех компромах. Просто-напросто улежит у Зеленского. А так забудут, как в Афганистане ушли, как в Вьетнаме ушли и забудут про эти все страны, и все, кто помогал, и даже не вспомнят про эту Украину. На них 300 лет все понимают, что Украина вообще никому не нужна в США. Нам только, они только переживают за свою задницу и за вот эту вот систему долларов. Единственное, что есть опасения, что они, чтобы удержать эту систему долларов, они не становятся ни при чем, включая провоцировать ядерные удары. Ну, это тема для другого разговора. Может быть. Но причина главная в том, что идет вырождение элит. Ну, вырождение элит идет, они же это пытаются в общество внести. То есть они общество еще и дестабилизируют, разлагают вот таким внедрением своих таких сатанистских всех моментов. Но спасти США, я думаю, уже невозможно. Даже не спасет их вот этот вот национальный развод, который они предлагают. Давайте разделимся на голубых и красных. Мне кажется, уже не спасет ничего. Настолько рыба прогнила с головы, настолько глубоко пустили щупальцы. Вот эти вот... Они уже везде. Они в школах, они в детсадах, они в колледжах, они в университетах. Они промывают мозги молодежи с первого класса. Так, что ты не знаешь, ты девочка или ты мальчик, и ты должен определиться, кто ты. Вот этот свободный секс, вот эта вот вся педофилия, это уже так глубоко проникает, что Техас уже держится с последних сил. Я говорю, наши губернатора, мы выбрали республиканского. 4-3 или 4% было всего-навсего выигрыш его против педофильного ЛГБТ-бета-орург, демократа. То есть следующие выборы, это уже не так, что Техас может отбиться, и Техас останется красным. Последние там люди, которые в деревнях живут, они еще красные. Все города уже голубые. То есть у нас все демократы взяли Остин, это столица, полностью под демократами. Хьюстон, Даллас, все три города пали. То есть все города, управляемые черными, либералами, трансвеститами, ЛГБТ, вот это все. Ну как вот у нас администрация Байдена, основная там. Ты министр, он первый министр гей, а это первый министр трансвестит, а это первая черная лесбиянка, а это первый, вот это вот у нас сейчас такая же самая песня во всех крупных городах. То есть держится пока что только сельская местность, она со своими ружьями, они про Трампы, американские флаги. Но они проигрывают, они проигрывают. Я думаю, что уже не сохраняются, к сожалению. Очень-очень печально, очень печально, я здесь прожила 22 года. Что было, когда я приехала, когда я приехала в Техасе 22 года назад, нельзя было увидеть где с парочкой идущих за руки. Я первый раз их увидела в Бостоне на левом побережье, левый смысл демократическое. Я когда увидела, я говорю, боже мой, что это два мужика за ручки держится в Техасе, если бы они шли, но морду бы комбоя набили бы сразу. Сейчас комбой не может рот открыть. Если комбой только откроет рот, его быстренько засудят или в тюрьму куда-нибудь присудят. Не имеешь права, они незащищенные, они несчастные. То есть против черных нельзя сказать, если они текут на голову, он намален. Против этих ЛГБТ нельзя, против транспиститов нельзя. Женщина может на мужчину, там что угодно говорить, мужчина не может слово открыть. В общем, раскол по всем направлениям. Это так глубоко упущено. Мне такая боль за эту страну. Что была действительно свободная, там свобода, там. Это все в прошлом. Это все в прошлом экономически. И свобода, Джулиан Ассанс, что сидит, и даже Трамп его не помиловал. И все, кто ходил на митинг за Трампа, все просидели в тюрьме год с лишним и так и сидят. И невозможно их вызвать. А демократы, которые черные жизни важны, громили, тут все полили, тут уже всех повыпускали. Все, кто насилует, кидают людей под поезда черных, уже всех выпускают под залог. В общем, страну просто валят. Границы открыты. Техан смолят каждый день тысячи черных и непонятно каких наркотиков. Наркотиков – это первая причина умирания молодежи до 25 лет от наркотиков. То есть наркотики просто в страну улезут 24 часа в сутки. Но если вы послушаете людей, которые работают на таких траках, на вот этих вот наших эмигрантов, которые спрожили 20 лет, работают на маленьких бизнесах каких-то, ремонтируют, то что-то, они даже вообще не в курсе, что происходит в стране. Люди живут в своей какой-то кубышке и скажут, а что, нормально, вообще ничего не поменялось в Америке. Вот как было 20 лет назад. Так и осталось. Как будто вот рыбки такие, рыбки аквариумные. Вчера цена была на яйца 4 доллара, сегодня 8 долларов. Нет, цены не выросли. Мы в Америке все хорошо. Береги вчера был доллар 20, 50, 7 долларов. Нет, все нормально, цена ничего не выросла, цена. Либо ты уже на голове сидит. Не, 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 у нас все нормально. Надо просто с Калифорнией уехать, а так все нормально. Нет, ничего не нормально. Людям надо оторвать свою задницу от крошки пива и работу как-то в траке себя там. Разговаривают в чат-рулетке. Да, торвитесь на чат-рулетке, включите хотя бы каналы американские, не русские, а американские. Послушайте, что американцы говорят. Ну вот это надо сказать английский язык. Они нихрена не знают. Они не знают, что они не могут смотреть. Альтернативные новости. Да, то есть не то, чтобы даже по телевизору уверенно они не смотрят. Не семен, они сидят смотрят русские каналы, скорее, про украинские. У него башки вот эта полная, короче, оторваться от реальности. Я думаю, даже наш Бабичев, который ни разу не сказал, что страна разваливается. Страна, он у нас, это у нас там все, а у нас там все, а у нас тут, а у нас тут, а у нас там, как шоу Америки. Бабичев, ты хоть проснись, а такой у лаза, хоть и люди, не говори ерунду. Ну вот это все как бы на сегодня, наверное. Давайте закончим на сегодня, потому что уже третий час пошел разговор. Да, Федор, извините, я говорила вам, что у меня есть много что сказать. Давайте на следующий раз отложим. Давайте на следующий раз. Я просто боюсь, сейчас вот все закончится. Все, заглохнем мы, да, заглохнем. Да, и весь разговор. А вы сможете сбросить, ну, файл сможете как-то? Вы записываете, потому что я... Я записываю, я не знаю еще, что получится. Я вам могу скинуть ссылку с Ютуба. То есть у меня будет доступ по ссылке, прежде чем я открою. И я вам вот эту ссылку скину, вы зайдете на канал и посмотрите. Мне же надо поставить на свой канал каким-то путем. То есть надо подумать, как это сделать. Тогда, когда ролик будет обработан, вот, вы сможете прямо готовый ролик скачать и поставить на свой канал. Отлично, спасибо большое. Надеюсь, что мы еще с вами... Не дадите ссылку на свой, я поставлю ссылку на ваш канал. Да, я вот сейчас даю вашим зрителям, но я вам сброшу его отдельно. Да, поставьте. Тут и там, в смысле, что тут, никак там. А там никак. Вот, надеюсь, что не прощаюсь. Желаю вам съездить в Москву. Однозначно. Я не дождусь, когда я поеду. Я хочу, чтобы мой сын начал там учиться. И я буду как бы... И желательно, чтобы вы не в дождь туда приехали. Не осенью слякотной и не весной. А хотя бы или зимой, или лучше летом. Вот в августе. Приезжайте в августе. Ну, в общем, я уже чемоданы буду собирать. Я думаю, что в конце августа я уже буду переезжать полностью. Мне сейчас надо просто документы закончить и оформлять. В Москву. В Москву. Неделю. В Москву я уже поеду. Может быть, действительно к новогодним каким-то каникулам. Показать сыну Москву. А вот в Сочи он хочет на лыжах покататься. Лучше летом. Лучше летом, да? В Москву лучше. Лучше летом придется тогда ждать. Может быть, снова это, да? А почему сейчас вот и съездите? Если вы приедете в августе... Ну, я хочу сына повезти. Он пока тут заканчивается. Ну, изгоняйте до начала учебного года. Посмотрите, где хоть учиться будет. Ну, попытаемся, попытаемся. Если мы с клиентами все провернули, то тогда... Я-то свои документы уже все переоформила. А на семью нужно еще документы делать. Ну, желаю, в общем, вам, чтобы у вас все получилось. Всего доброго. До свидания. До следующих встреч. До свидания, Федор. До следующих встреч. Всего доброго. Всего доброго.